Аксис Здравствуйте, дорогие телевизоры! Это телеканал «Конференция ТВ». В эфире девятая ежегодная конференция «Ивент-шоу-2014» «Идеи и технологии успешного мероприятия». И прямо сейчас смотрим вторую часть. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Да, я немножко расстрою, не представитель «Ивент-агентства», но тем не менее, я думаю, что с удовольствием и надеюсь, что интересно, все-таки удастся рассказать о нашем опыте, тех активностей, которые мы проводили в период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. Вообще, тема поддержки международных спортивных соревнований является одной из основ построения бренда компании. Возможно, вы знаете, Samsung является многолетним партнером футбольного клуба Chelsea, мы сотрудничаем с Федерацией тенниса России и так далее. Но основным, безусловно, глобальным спортивным событием для нас являются Олимпийские игры. И мы счастливо сотрудничать с Олимпийским движением уже на протяжении 25 лет. И для нас было особенно приятно, что помимо категории топ-спонсором, которым мы являемся, это категория беспроводного телекоммуникационного оборудования, по первым зимним Олимпийским играм в Сочи мы также стали еще и поставщиком IT-оборудования. Так вот, задача, которая перед нами стояла и стояла перед Оргкомитетом Сочи-2014, а мы помогали ее решать, это задача была сделать предстоящие игры самыми технологически совершенными, самыми инновационными и самыми доступными. То есть понятно, что Сочи – это не совсем Лондон. И для того, чтобы каждый участник, каждый болельщик мог себя почувствовать, ну, не просто пассивным зрителем, да, вот действительно активным участником, активным болельщиком, мы привлекали все наши возможности, как технологические, так и различные маркетинговые компании, среди которых, прежде всего, это программа, которую я расскажу чуть поподробнее, это программа Samsung Galaxy Team, это и Roadshow, и различные цифровые истории. Коммуникация была построена в основном, основываясь на социальной среде, потому что наши как раз мобильные технологии идеально подходят под соцсети, но, безусловно, мы также развивали и мобильную историю, и веб-историю в нашей коммуникации. А что касается BTL-истории, то для нас Олимпийские игры начались за тысячу дней, до непосредственно даты открытия игр. Совместно с оргкомитетом мы в подопечных в наших детских домах мы проводили совместно с оргкомитетом так называемые Олимпийские уроки, Олимпийские дни, с активным участием послов Сочи, Альберт Демченко, Олеся Владыкина, вот, очень такие эмоциональные проходили мероприятия. Помимо организации наших собственных мероприятий, мы также поддерживали мероприятия других партнеров оргкомитета Сочи-2014, но вот в частности совместное мероприятие оргкомитета и Почта России по представлению первой инновационной марки с QR-кодом, которая была выпущена непосредственно к предстоящим играм. Так вот, гашение этой марки и сама церемония прошла в галерее Samsung на Тверской, и распознавание этого QR-кода как раз проходило с использованием наших мобильных технологий. Практически ровно за год, на неделю пораньше, мы стартовали, дали официальный старт нашей олимпийской кампании. Значит, формат мероприятия, он поставил перед нами целый ряд задач. Мы хотели устроить телемост, символическую такую связь организовать между столицей предыдущих Олимпийских игр в России, Москва-80, и столицей предстоящих Олимпийских игр в Сочи. Так вот, с учетом того, что по концепции мы не хотели делать мероприятие в качестве площадки, не хотели выбирать стандартный бизнес-отель, в общем, столкнулись с проблемой, что найти площадку с высококачественным широкополосным интернетом в Сочи оказалось, в общем, не так-то просто. Поэтому тема интернета для высококачественной Full HD видеомоста, в общем, занимались самостоятельно. А вторым таким челленджем для нас, поскольку в рамках представления Олимпийской кампании мы хотели показать первых участников команды Samsung Galaxy Team, спортсменов-зимников, а конец января, вы понимаете, это самый разгар участия в различных международных соревнованиях, тренировках. Поэтому Татьяна Бородулина, которая здесь изображена на фотографии, мы ее привезли буквально из Олимпийского парка, где проходил Куб Мунг Мира, непосредственно на церемонию Лизу Токтамышеву и ее замечательного тренера господина Мишина мы практически с поезда привозили в Москву в галерею Samsung. А Никиту Крюкова нам в буквальном смысле пришлось ловить в горах в сочинских, потому что тренер, естественно, отказ, наотрез отказался спускать, что называется, Никиту с гор, нарушать его процесс акклиматизации, проходил как раз этап Кубка Мира по беговым лыжам, поэтому отдельная тема была в его видеовключении. И также посол бренда Мария Шарапова, которая находилась на тот момент в Соединенных Штатах, также, в общем, добавила интриги в организацию самого мероприятия. Но, к счастью, все прошло на ура. Почему проводили мы мероприятие на неделю раньше? Основная причина была в том, чтобы показать журналистам, которые мы привезли в том числе и в Сочи, показать олимпийские объекты. Проходил в тот момент этап Кубка Мира по конькобежному спорту, титульным спонсором, которым мы также являлись. И у журналиста была возможность на абсолютно пустой стадионе, то есть такой эксклюзивный показ для этой группы журналистов, поболеть за Татьяну Бородольну, поболеть за Виктора Анна. И за счет того, что мы провели это мероприятие на неделю раньше, нам удалось еще также вырваться немножко из информационного кватора, потому что дальше пошли старты олимпийских кампаний довольно мощные. 1 августа, за 6 месяцев до игр, мы представили уже полный состав участников команды российской Samsung Galaxy Team, 10 ведущих спортсменов, 8 по олимпийским видам спорта, 2 паралимпийских. Все участники команды получили, что называется, стабильное оружие, смартфон и Samsung, с помощью которого они делились о ходе подготовки к предстоящим олимпийским играм. А болельщики имели возможность с ними практически напрямую пообщаться, задать интересующие вопросы. Непосредственно уже, кстати, перед церемонией открытия олимпийских игр Samsung предоставил смартфоны всем олимпийским спортсменам, 3,5 тысячи спортсменов, которые захватили с собой на церемонию открытия игр Samsung Galaxy Note 3 официальный смартфон. И, в общем, получился такой продакт-плейсмент с аудиторией в несколько миллиардов человек. Для российской команды Samsung Galaxy Team была разработана такая специальная олимпийская сувенирная матрешка в уникальном дизайне с атрибутами в зависимости от вида спорта. Вот самая моя любимая матрешка была у Жени Устюгова, нашего замечательного биатлониста, олимпийского чемпиона Сочи. Такая добрая-придобрая матрешка с винтовкой за спиной. Для того, чтобы игры действительно были самыми социальными, мы также проводили конкурс Samsung Global Blogger по выбору самых активных блогеров среди студентов 18 стран, обеспечили их приезд в Сочи, также оснастили всеми мобильными средствами связи. И они имели возможность брать интервью у спортсменов, создавать собственные репортажи, то есть такой независимый взгляд на происходящее в Сочи. В октябре 2013 года в Доме Пашкова, помимо официального представления смартфона будущих олимпийских игр, мы также представили международный состав команды Samsung Galaxy Team. Это команда, которая включала 80 ведущих спортсменов из 20 ключевых стран мира. Ну, тоже особая тема, как мы их собирали по всему миру для привоза в Москву. Параллельно в сентябре-октябре в 15 городах России прошло такое мобильное роуд-шоу. На центральных площадях города было развернуто такое мини-павильоны Samsung Galaxy Studio на базе 40-футовых контейнеров, в которых были организованы по олимпийским видам спорта тематические зоны с применением, опять же, мобильных технологий. Все эти контейнеры в итоге приехали потом в Сочи, и из них был построен один из павильонов. Вот непосредственно в Олимпийском парке, вот в левом нижнем углу, это внешний вид павильона, в котором мы проводили целую массу активностей, как в привязке к олимпийским видам спорта, то есть посетители могли себя почувствовать участником олимпийских игр, протестировать себя в хоккее, керлинге и так далее, так и взять в аренду тестирование бесплатно смартфон Samsung. В открытии принимал участие как раз посол бренда Samsung Мария Шарапова. За период проведения игр все наши замечательные члены команды Samsung Galaxy Team посетили павильон, делились активно своими впечатлениями о победах, об участии в играх в рамках интервью, в рамках общения с болельщиками, и в итоге павильон стал самым посещаемым павильоном за время проведения игр. Мы все гордились успехами российской сборной, результаты Samsung Galaxy Team также порадовали, среди них были олимпийские чемпионы, да, вы знаете, что опять же способствовало достижению достаточных хороших PR-результатов. Значит, если говорить про паралимпийские активности, то помимо системы, которая работала как в период олимпийских игр, так и паралимпийских, это так называемая система Samsung Wow или Wireless Olympic Works, которая впервые именно в Сочи стала информационной системой не просто для организаторов, но и стала открытой информационной платформой, где любой желающий мог посмотреть подробные изменения в расписаниях, карта проведения, какие-то нюансы самих соревнований, да, то есть, ну, не все, например, знают там правила керлинга, да, то есть вот можно было посмотреть не только там на фотографии истории спортсменов, но и познакомиться более детально с правилами. Так вот, помимо вот этой замечательной мобильной системы, мы также в преддверии паралимпийских игр создали в рамках совместного проекта с Оргкомитетом Сочи-2014 и Фондом поддержки инвалидов «Единая страна» была создана карта доступности. Карта доступности – это мобильное приложение, такой мобильный гид по объектам городской инфраструктуры, безбарьерные, отвечающие критериям безбарьерной среды, да, то есть доступные, например, для колясочников и так далее. Вот при выборе площадки, опять же, в Москве столкнулись с неожиданной проблемой, потому что большинство площадок, да, оборудованы пандусами, оборудованы специальными лифтами, но когда начинаешь в деталях знакомиться с условиями, да, вот сталкиваешься, ну, извините, с банальными проблемами, что там туалеты не приспособлены для колясочников и так далее. Вот, поэтому вот в итоге мы проводили мероприятие на партнерской нашей площадке Центра современной культуры «Гараж», и в рамках этого мероприятия мы представили также работу волонтеров, которые с помощью мобильного телефона заносили объекты, то есть их фотографировали, вносили описания. Мы продолжаем активно поддерживать данный проект, который сейчас уже покрывает порядка 800 городов, и больше 19 тысяч объектов там описано. Также в преддверии Олимпийских игр был разработан специальный смартфон для слабовидящих, который благодаря различным аксессуарам, например, ультразвуковой чехол, он позволяет слабовидящим гораздо более удобно ориентироваться в окружающем пространстве, да, то есть предупреждать о приближении к каким-то препятствиям. Были укомплектованы различными аксессуарами, например, сканер для чтения и распознавания текста, перевода в голосовое сопровождение. Вот такие специальные NFC голосовые лейблы были сделаны, также включены в комплект. С помощью мобильного телефона они очень легко и просто программируются, то есть вы записываете собственную голосовую марку, да, или собственное голосовое обозначение, дальше это наклеивается на определенные предметы, ну, например, для того, чтобы легче найти определенную папку, да, с документами, или среди одинаковых банок с сыпучими материалами на кухне, да, найти там крупу, там, я не знаю, гречку, там, соль, там, еще что-то, да, вот для того, чтобы с помощью смартфона это легко определяется, он тут же вашим же, собственно говоря, голосом все это называет. Вот такие интересные мобильные решения были представлены в преддверии Паралимпийских игр. Говоря про BTL-активность, я затрону только одну тему, это тему, опять же, связанную с детьми. У нас есть социально-образовательный проект, не связанный вообще с Олимпийскими играми, это проект, который оказывает поддержку тысячам подросткам с физическими ограниченными возможностями, но с безграничным желанием учиться и общаться со сверстниками. Вот, к сожалению, многие из них находятся в изоляции дома, но мы им обеспечиваем возможность, опять же, с помощью наших технологий получать образование на дому. И вот среди этих детей мы проводили конкурс эссе, выбрали 28 победителей, привезли их в Сочи, они смогли поучаствовать и в церемонии открытия, закрытия, поболеть за нашу сборную на соревнованиях. И вот в качестве просто одной из историй, один из победителей, Сергей Денисов, меняет историю реально тронуло за душу, некая выдержка из его сочинения здесь перед вами на экране. Мальчик болен очень редкой болезнью, так называемые у него хрустальные кости, да, или там очень хрупкий опорно-двигательный аппарат. К 14 годам у него больше 30 переломов, и у него там титановые пластины в руках, ногах и так далее. Но это не помешало ему победить в конкурсе, приехать в Сочи. И вот он также выиграл возможность принять участие в эстафете паралимпийского огня 7 марта, в день открытия паралимпийских игр. И вот представляете, в день открытия игр он ломает в очередной раз ногу, его привозят в больницу и предлагают остаться, он говорит, да вы что, у меня сегодня эстафета. И вот в сопровождении кареты скорой помощи с загипсованной ногой он принимает участие в эстафете в день открытия, общается с паралимпийцами, с Сергеем Шиловым, нашим знаменитым участником 10 паралимпийских игр, шестикратным паралимпийским чемпионом. То есть Сергей говорит, что мы помогли воплотить его мечту. Я понимаю, что это одна из множества историй, у каждого партнера есть своя какая-то история, но мы рады, что помогли воплотить мечту, и мы за то, чтобы таких историй было больше. Ну, собственно говоря, вкратце вот все, что я хотел рассказать. Спасибо за внимание. Если время позволяет, можно в качестве видео иллюстрации потом показать видео. Если времени нет, то с удовольствием постараюсь ответить на вопросы. Спасибо. Сергей, спасибо большое. А скажите, вы видео загрузили, да? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Наш последний докладчик Дмитрий Оскес Основатель фестиваля выставки Face and Laces 15 минут на выступление после чего мы приступаем к нашей короткой дискуссии которая будет касаться всех выступавших ранее докладчиков Всем доброе утро Я, наверное, расскажу пару слов об истории нашего проекта Дело в том, что мы стараемся максимально отходить от определения фестиваль Все-таки стараемся называть себя выставкой Последние три года мы стали таким городским событием И называем себя Open Air с элементами выставки Я, наверное, тогда расскажу вообще, что такое Face and Laces В первую очередь это проект, который посвящен актуальной уличной моде Субкультурам и альтернативному современному искусству Ключевое слово здесь субкультуры И, в принципе, все то, что вы увидите на Face and Laces, на события, оно с субкультурами связано Событие в первый раз прошло в 2007 году Это был камерный галерейный проект, который проходил четыре дня Дело в том, что где-то за четыре, за три года до того, как мы сделали первое событие Каждый из организаторов этого события был актуален в своей какой-то субкультуре Я лично пришел из граффити До сих пор стараюсь, так или иначе, следить за тем, что в этом сообществе происходит И, в принципе, выставка, так или иначе, тоже показывает основные тенденции этого сообщества именно у нас в стране Также мои коллеги, да, многие пришли из Action Sports Это то, что в более массовой аудитории известно как экстремальные виды спорта Да, это скейтбординг, сноубординг И, в принципе, мы по отдельности были активные творческие единицы, которые занимались своими собственными проектами У меня были многие проекты, в том числе и на Западе, как в персональной выставке, как у художника, так я участвовал в групповых выставках И в какой-то момент я понял, что для меня то искусство, которое мне лично интересно, да, которое, так ли, имеет какие-то корни на улице И оно далеко не молодое искусство, как сейчас массовые медиа стараются аудитории дать эту информацию, да То есть это на самом деле так, это искусство не молодое, ему уже больше 40 лет Это целая индустрия, вот И я понял то, что в России я не могу найти общий язык ни с кем, собственно, в этом направлении Хотя то современное искусство, которому мне интересно, оно имеет очень тесные связи вообще с модой, с музыкой, вообще с многими другими направлениями И один из галерейных проектов, который я хотел сделать, да, я хотел, чтобы он как раз эту связь показывал Мы пригласили самых актуальных на тот момент художников, музыкантов, которые очень имеют высокую репутацию и статус именно в андеграундной среде, которые неизвестны массовой аудитории И четыре дня, собственно, был этот выставочный проект, который в том числе поддержал уже на тот момент две крупные компании Это Puma и Nike И дело в том, что с этими компаниями мы тоже работали еще до выставки Собственно, тоже делали с ними субкультурные проекты разные, и музыкальные, и на тему искусства И мы никогда не были, в данном случае, подрядчиками, да, то есть мы всегда выступали как партнеры Дело в том, что у всех этих компаний, да, мы работаем с околоспортивным сегментом очень плотно, да Это у нас среди партнеров практически все лидеры этой индустрии Это и Puma, и Adidas Originals, и Nike Sportswear, и многие-многие другие Дело в том, что все эти компании имеют субкультурную историю очень серьезную, да И они очень сильно повлияли на многие субкультуры в 80-е годы, в 90-е годы Их продукты во многом очень инспирированы этими субкультурами И так получилось, что субкультуры, наоборот, очень сильно повлияли на то, как эти компании устраивали свои маркетинговые политики Вообще во все эти периоды, в том числе и в наше современное время И нам очень хотелось бы, да, чтобы эти компании не делали проекты для галочки на, собственно, нашей выставке Не показывая свой какой-то рекламный контент, никому не интересный А готовили специально подготовленные проекты с какой-то нашей такой консультацией И показывали действительно интересные архивные материалы, которые могут дать, опять же, новую информацию нашей аудитории Которая непосредственно абсолютно субкультурная И наш первый проект, он был галерейным То есть он выглядел как чисто галерейная выставка Проходил 4 дня И мы столкнулись с такой проблемой К нам пришло очень много людей К нам пришло порядка 5000 человек в тот период Мы поняли, что к этому направлению есть определенный интерес И стали этот формат развивать Интерес был как и участников, так и непосредственно и у аудитории И в следующем году мы решили сделать уже более что-то основательное То есть выйти за пределы галереи и сделать действительно какой-то хэппенинг некоторый То есть у нас не было тогда понимания вообще, какой формат будет Долго искали пространство, где это можно сделать в маске, потому что все-таки не галерея Уже у нас более серьезные требования к помещению И мы нашли тогда в 2008 году Провианские царские склады на парке культуры Наверное, знаете, сейчас там музей Москвы находится Тогда в 2008 году это были полупустые, заброшенные гаражные пространства И, собственно, мы пригласили туда порядка, я думаю, на тот момент участников было не очень много Но это были все ведущие дистрибьюторы, ритейлеры, творческие сообщества, единицы Новые бренды, которые только вышли на российский рынок именно в сегменте уличной культуры и уличного искусства Вот, и, собственно, мы провели мероприятие на два дня, да, где, собственно, была и музыкальная определенная программа и экспозиции Вот, но могу сказать сразу, да, то, что многие творческие единицы музыкальные И музыканты, художники, которые тогда только начинали, сейчас многие являются достаточно известными уже персонами И, в принципе, они даже больше известны на Западе, чем у нас Сразу с 2008 года у нас определилась концепция, что мы хотели бы проводить наши события в очень необычном пространстве В котором другие организации события никогда не проводили, проводить вряд ли будут Мы не хотели ни с кем пересекаться и, в принципе, мы никогда не были открыты для всех То есть мы сразу поняли, что мы, в принципе, не искали контакта с массовой аудиторией Не хотели никак, в принципе, свое событие максимально раскрывать и доносить до массовой аудитории У нас никогда таких задач не было Нам хватало того, что наши друзья, наши ровесники одного поколения Тоже активно в других, собственно, сегментах и других культурах Например, ребята из Лукатми тогда только запустили свой ресурс Соответственно, мы друг друга поддерживали И они анонсировали наши события Мы давали им возможность сделать что-то непосредственно на площадке И так получилось очень много традиций Например, до сих пор многие медиа, которые так иначе нас поддерживают каким-то образом Они, в том числе, тоже делают какой-то проект у нас на выставке Собственно, критерии к пространствам городским у нас были достаточно серьезные Мало того, что площадка должна была быть технически оснащена Она должна была выдержать достаточно большой наплыв аудитории Аудитории должно было быть комфортно С другой стороны, это место должно было иметь какую-то историческую Исторический какой-то бэкграунд интересный То есть мы так или иначе хотели тоже привлекать внимание нашей аудитории Каким-то полузабытым, возможно, непопулярным местам Незаслуженно забытым местам И поэтому в 2009 году мы очень, на самом деле, любим ВДНХ Любим свой город, в котором живем И мы решили обратить внимание на ВДНХ В 2009 году ВДНХ представлял собой, на самом деле, жалкое зрелище На самом деле, мы очень переживали по поводу этого события Потому что, если первые две выставки у нас проходили в центре города По ВДНХ, сами понимаете, находятся достаточно далеко от центра И выбрали для... Ну, если делать на ВДНХ, то делать где? В самом главном павильоне мы выбрали павильон «Космос» Тогда ВДНХ, точнее, ВВЦ Самоструктура представляла себе какую-то полукриминальную Вообще среду обитания с непонятными людьми На самом деле, процесс у нас шел достаточно тяжело Потому что, кто мы такие? Мы, по сути, маленькая студия Мы еще параллельная студия, которая занимается различными проектами Консультирует бренды, которые участвуют в выставке И мы занимаемся и современным искусством, и графическим дизайном в своем сегменте И нам было достаточно тяжело вообще найти какой-то общий язык Так скажем, из-за разницы во взглядах, в менталитете И, сами понимаете, о чем я говорю То есть было очень тяжело получить павильон «Космос» под события Как мы поняли, до нас в этом павильоне уже порядка, по-моему, 7-8 лет никто вообще ничего не делал И когда мы туда пришли, мы ужаснулись Потому что такое исторически крутое место с архитектурной точки зрения И вообще с точки зрения пространства визуально Оно было отдано под садово-огородные культуры Которые, по-моему, сейчас там до сих пор и находятся Если их сейчас при реорганизации пространства не выгнали, я не знаю Тем не менее, нам там удалось провести события Именно в купольной части павильона «Космос» Пришло очень много людей Собственно, проекты были представлены порядка 100 участниками Разными абсолютно Это и бренды, и лидеры, опять же, около спортивной индустрии У нас была музыкальная программа Собственно, также мы обязательно, опять с 2008 года, стали показывать экшн-спорт В чистом виде, то есть скейтбордерские компании стали строить специально под нас Объекты архитектурные И с 2008-2009 года у нас опять появилось требование к участникам То есть мы поняли, что мы хотим видеть проекты, которые нигде ранее реализованы не были И никогда То есть если вы приходите на Face and Less, вы видите, что все проекты были созданы специально и исключительно для нашего события У нас это требование сейчас достаточно жесткое И когда к нам приходят такие компании, как Nike или Adidas Мы всегда им это условие ставим И они разрабатывают проекты, учитывая, опять же, наше мнение Модерация у нас также достаточно серьезная и для маленьких участников Мы их называем DIY-участники, которые так или иначе создают свой небольшой продукт, маленький И стараются его как-то представить на выставке, познакомить с ним нашу аудиторию По сути, главной задачей у нас является расширение кругозора и участников, и аудитории И в данном случае мы очень хотели бы развивать, поддерживать наш локальный маленький, но рынок, он есть И мы нашим DIY-участникам даем абсолютно полную свободу То есть они так или иначе могут показать свою любую точку зрения, все то, что они считают нужным Но, тем не менее, есть определенные правила, гайды, которым они должны просто соответствовать И у нас поэтому достаточно жесткие требования к архитектурному виду проектов Мы их согласовываем в течение полугода И потом уже, если этот проект полностью соответствует нашим ожиданиям, мы допускаем на площадку Вот в этом году у нас было уже больше 300 участников И, собственно, если там, грубо говоря, в 2007 году это был маленький галерейный проект И там к нам пришло 5000 человек То вот в этом году, в августе, 9-10 числа, мы занимали уже 25 тысяч квадратных метров Это Пушкинская набережная, парка Горького И к нам пришло порядка 80 тысяч человек Но это за два дня, это не стационарный трафик То есть это люди, которые вообще за два дня прошли эту площадку Естественно, благодаря, в том числе и парку Горького В 2010 году, в 2011 году мы приехали поближе к центру Опять вернулись в центр У нас получилось занять пространство такого комплекса веточной Наверное, сейчас вам известно, там многие события проходят Но тогда это пространство не было еще так широко известно И мы сделали события там Сначала в 2010 году выставка занимала три этажа В 2011, когда было пятилетие проекта, выставка заняла все этажи комплекса И мы поняли, что мы там уже не помещаемся Потому что мы стали привозить уже более серьезных гостей на выставку Поскольку мы как организаторы не просто технически организуем проект Но мы стараемся людей еще образовывать То есть у нас есть своя определенная программа Мы привозим звезд той или иной субкультуры Будь то скейтбординг, будь то альтернативное современное искусство Будь то известные дизайнеры Будь то иконы моды именно в этом сегменте Прошу прощения И, собственно, получилось так, что в 2011 году, когда нам исполнилось 5 лет Мы поняли, что мы уже в пространстве именно помещения никак не умещаемся И стала такая проблема, задача Нам нужно было где-то найти открытое пространство для того, чтобы реализовать свой проект На самом деле это чистая случайность Получилось так, что тогда парк Горького делал только первые самые шаги По своей тоже реорганизации По смене вообще формата и имиджа И мы были этому очень рады Потому что так называемый старый застой, который в парке находил, стал уходить Мы поняли, что с этой площадкой можно как-то так или иначе налаживать общение И, в принципе, мы нашли общий язык И с 2012 года стали проводить выставку там Я не могу сказать, что все три года они прошли, безусловно, для нас очень успешно К нам, естественно, приходит наша аудитория Не могу сказать, опять же, что мы для всех То есть мы открыты для всех Но не могу сказать, что выставка будет понятна всем и сразу 10% где-то, 7-10% нашей аудитории Это коровая аудитория, которая действительно понимает, о чем это И для чего это вообще делается И мы на эту коровую аудиторию очень рассчитываем Потому что она, так или иначе, определяет тенденции Что будет в субкультурном мире происходить И нам эта аудитория очень важна Остальные 90% это как раз новая аудитория Каждый год это новое поколение, которое приходит с вопросами И действительно с чистого любопытства узнать, что это такое И если в 2008-2009 годах люди приходили просто самостоятельно Сейчас люди приходят уже с семьями, с детьми И мы рады видеть В принципе, мы видим одних тех же тоже посетителей Мы видим, что у нас есть свои фанаты И мы очень рады, что эта коровая аудитория, она с нами Для нас именно мнение этой коровой аудитории очень важно И в принципе мы никогда в своем мероприятии ради какой-то коммерческой галочки не делали Никогда у нас не стояла задача найти спонсора Одного продать события и зарабатывать на этом деньги Если это было бы так, то мы уже, наверное, давно бы стали каким-то более массовым И более значимым и заметным событием на карте событий Москвы У нас к тому же еще бесплатный вход Мы считаем, что информация должна распространяться бесплатно Как в интернете, да, вы зашли в интернет, прочитали что-то и самообразовались То же самое и с Face and Lace Мы считаем, что все, что на выставке происходит, все должно быть очень доступно нашей аудитории Все участники очень дружелюбно относятся к проекту Готовы всегда с аудиторией коммуницировать В принципе, проектов, которые мы сделали, опять же, вместе с участниками Их в великое множество, я даже не могу, наверное, всех перечислить Но, тем не менее, участники стараются Это видно, мы также следим за качеством проектов За тем, чтобы проект соответствовал идеологии И тут очень важный момент То, что у нас каждый год, в принципе, есть определенная концепция выставки Мало того, что выставка самая является достаточно узкопрофильной У нас есть еще концепция, которая усложняет задачи перед участниками Есть определенная, так скажем, тема Ну, например, когда в 2009 году выставка проходила Павильон Космос Да, у нас, ну, это, конечно, так сейчас немножко банально и приторно звучит Тогда была у нас космическая эстетика Там, да, космические технологии Новые технологии в одежде, в индустрии и так далее В 2011 году, да, у нас было пятилетие И мы праздновали пятилетний юбилей И тогда, на самом деле, началась у нас серия уже совместных коллабораций с брендами Мы как студию выпустили впервые вообще в России Вышло 100, именно на базе продукта вышла коллаборация Не в рамках какого-то события, да, или просто какого-то партнерства Вышло 100 часов с компанией Cassie G-Shock, которые были выпущены только на российский рынок С нашим дизайном И вот тем самым от разных пятилетий Вот с того момента у нас начинается достаточно много проектов Вот, например, в этом году, в 2014 Дмитрий, прошу прощения, ваше время истекает буквально 30 секунд Да, прошу прощения, ну, на самом деле, я все рассказал Я рад, что, на самом деле, у нас сложились отношения с парком Горького Наверное, думаю, что мы будем искать новое пространство для нашей выставки Вот, и надеемся, что это произойдет Потому что по парком Горького, конечно, замечательное место Но хотелось бы двигаться дальше Спасибо за внимание Дмитрий, скажите, пожалуйста Вот перед вами сейчас находятся более 100 человек Представители ивента-агентств И представители, наверное, компании, которые являются заказчиками и потребителем ивентов Что у вас есть, как бы, предложить, кроме того, чтобы прийти и посетить просто ваше замечательное мероприятие? Ну, вы знаете, вот я вот тут не уложился 15 минут А я боюсь то, что если я начну предстоять, что предложить, это может занять еще очень много времени На самом деле, платформа выставки, она уникальна Потому что, в принципе, ну, у нас и требования тоже, на самом деле, достаточно жесткие То есть мы стараемся с брендами всегда работать напрямую Без вмешательства, так скажем, агентств-посредников по многим причинам Потому что информация, которая исходит от нас, она и так достаточно сложная И через агентство, она, как правило, модифицируется по-разному И доходит до партнера, который мы видим неправильно Плюс у нас еще, забыл сказать, что у нас еще очень такой важный момент У нас очень такая, опять же, может показаться странная спонсорская политика Мы не ориентируемся на какого-то глобального спонсора, да, или вообще на спонсор как таковок У нас есть партнеры, которые имеют равные возможности И мы хотим, чтобы аудитория в данном случае решала, на какого партнера обратить внимание Таким образом, многие конкурирующие компании присутствуют у нас на одном проекте И мы с ними одновременно работаем Возможностей очень много То есть сегодня перечислился Я думаю, что для того, чтобы это понять, надо хотя бы раз побывать на событии И посмотреть, как это происходит, да, как аудитория реагирует на проекты Посмотреть на качество этих проектов Посмотреть на программу И сделать выводы непосредственно После своих собственных ощущений Пожалуйста, вопросы Сергей Баваев, гильдия маркетологов Очень рад был вас послушать Я всегда за то Я всегда за творчество Если есть возможность Но я маркетолог Я ограничен экономическими рамками И вот из этой сферы все-таки хотелось бы услышать Из каких бизнес направлений ваши заказчики Понятно, что ваша целевая аудитория Ваша физка, ваша целевая аудитория Умение выйти на эту целевую аудиторию Это есть ваш продукт, который вы продаете Кто заказчики? Ну, из каких бизнес направлений? Спасибо Спасибо большое за вопрос Но на самом деле 80% наших клиентов У нашей студии, в том числе есть клиенты На постоянной основе Это околоспортивная индустрия И экшн-спорт Что такое околоспортивная индустрия? Это бренды, которые производят так или иначе Одежду и оборудование для спорта Но при этом те компании, которые имеют все-таки Какую-то субкультурную историю В принципе, все компании, которые я уже перечислил Да, которые являются лидерами рынка Мы с ними совсем сотрудничаем Остальные 20% Это компании, которые также разделяют наши идеологии И, что немаловажно, чьи идеологии разделяем мы Потому что, в принципе, обращаются к нам компании разные абсолютно Но, в данном случае, мы имеем такую наглость Сами выбирать, с кем работать И, в данном случае, это могут быть и представители, например Там, в фуд-индустрии Да, там, Dunkin' Donuts, например Или, я не знаю С различными, там, сотовыми операторами Там, с, не знаю, производителями Какой-то, там, электроники С ними, на самом деле, сложнее Потому что идеология достаточно такой важный момент И мы, эти точки соприкоснования надо искать Да, и в нашей стране их найти очень тяжело На Западе они есть На Западе целая индустрия, конечно И там проще И, в принципе, благодаря тем проектам, которые мы здесь делали в России Ну, например, я тоже назвал это Casio G-Shock Да, это, в принципе, производитель, вы сами знаете, это часы И электронная продукция различная Найти вот такое соприкосновение, да Когда бренд идеологически к нам близок Очень-очень тяжело Особенно на российском рынке Потому что рынок самый маленький по себе Вот, поэтому вот эти 20% Это все, что не входит в около спорта, так скажем Да, спасибо, Дмитрий Последний вопрос Сергей Князев, пожалуйста Сергей Князев Выхожу из тени У меня вопрос вот какой Проект ваш на самом деле Вы сказали, ориентирован на очень узкий рынок Но, тем не менее, мы знаем, что сейчас И в регионах, не только в столице, не только в Петербурге Огромное количество молодежи, которые увлекаются Вот таким экстремальными видами спорта Там и скейтбординг, и сноубординг У меня вопрос Планируете ли вы экспорт какой-то в регионы Своего проекта? Если да, то с какими партнерами? Ну, понятно, что вы уже обозначили Как трудные найти, да, которые соответствовали Вашей субкультуре Однако есть огромное желание у многих крупных компаний С каким-то серьезным, красивым, вот таким интересным проектом Выйти на молодежь, которая также увлекается Этими видами спорта В Сибири, на Урале, где-то на Дальнем Востоке Вопрос достаточно интересный И одновременно сложный Дело в том, что выставка является таким ориентиром Для аудитории, да, молодой, который в том числе Живет не только в Москве К нам приезжают аудиторы Абсолютно из разных регионов В том числе из соседних стран Очень много участников Которые в том числе делают что-то сами И делают свой продукт Не только в центральном регионе Например, в Сибири или на Дальнем Востоке И на самом деле Они приезжают сюда, чтобы продемонстрировать свой продукт И аудитория приезжает сюда Чтобы так или иначе увидеть Что здесь популярно, что здесь интересно И что делают другие И пока, на самом деле, нам достаточно тяжело говорить о том, чтобы наш проект куда-то вывозить Потому что он достаточно громоздкий И центр индустрии расположен здесь, в Москве Но так или иначе, у нас очень есть много всяких коллабораций В том числе с сноубордическими брендами С скейтбордическими проектами Которые приходят не только в Москве Это и Санкт-Петербург Это и Урал Это по всей стране Я же не говорю про проекты с художниками И так далее, которые вообще по всему миру проходят Спасибо Спасибо Коллеги, мы переходим к нашей дискуссии Она будет небольшой Максимум мы сможем выделить, наверное, 5-10 минут Но, надеюсь, не за счет кофебрейка, который будет ожидать вас в АЕ Поэтому несколько вопросов для всех присутствующих Провел бы отвечать коротко, буквально 30 секунд Как вы думаете, коллеги, существует ли на сегодняшний день Какой-то понятный, прозрачный и внятный подход Именно примитительно к партнерским мероприятиям Со стороны городских властей Естественно, речь идет именно как бы о Москве Потому что с регионами, наверное, не все так хорошо Ну, если от города, наверное, может быть, я вкратце скажу Что подход уже понятный и прозрачный есть Потому что практика уже практически трехлетняя То есть, вначале было непонятно, сколько, где, зачем и так далее Сейчас есть, как бы, скажем, процесс Вкратце я про него говорила Который позволяет быстро коммуницировать И быстро реализовывать мероприятия В частности, концепция, в частности, площадка В частности, бюджет и все остальное, что с этим связано Согласования, как мы здесь уже все тоже услышали Они проходят достаточно быстро Потому что, если есть интерес в мероприятии Как бы, да, один плюс один равно бесконечность Поэтому друг другу все, как бы, помогают Госструктура, либо учреждения, либо департамент Всегда поддерживать своим административным ресурсом Реализацию того проекта, который интересен Коллеги, мы завершаем нашу сессию Спасибо большое докладчикам Дорогие друзья На этом мы заканчиваем трансляцию Девятой ежегодной конференции Ивент-шоу 2014 Смотрите продолжение завтра в это же время Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин